Здравствуйте. Просаживайтесь поудобнее. Все сели? Можем начинать? Благодарю вас. В памяти зрителей Андрей Миронов остался легким, порхающим, как бабочка по сцене или экрану артистам. Ну, Андрею такую роль сыграть только по пудрец. Мы хохотали, и сейчас хохочем до слез над его персонажами. Ему подражали очень многие. Но все-таки таких гранд-батманов, которые он продемонстрировал в бриллиантовой руке, не было ни у кого. Миронову воспринимали стереотипно. Балвинь судьбы, любимец, женщина, веселый парень. Все у него, мол, получалось легко и просто. Но какой ценой давалась ему эта легкость, никто даже не задумывался. Андрюш совсем другой. Это грустный, сосредоточенный человек. Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит. Ореол вот этой вот легкости, шампанское. Это все ерунда собачья, потому что он был совершенно глобальный трудоголик. Привыкайте работать тихо и сдержанно. Складывалось впечатление, что все, что делал Миронов, он делал ради кого-то. Ради мамы, ради семьи, ради зрителей. Ради этого я готов принести в жертву все. Мне кажется, он и сократил свою жизнь тем, что он работал ночью и днем. Очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных, но я не плачу. Андрей Миронов будто жил ради других. И так получилось, что пожить только ради себя актер почти не успел. Мне кажется, что он знал, что он проживет недолго. А уже потом я поняла, что он прям спешил. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошеный слезон. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Я, вот Андрей Миронов, родился в 1941 году, простите, 8 марта. Андрей Александрович не рисовал, не писал стихи, не писал книги. И даже не делал, не вел дневник, даже такое. И мне кажется, какая-то есть в этом загадка, когда человек очень спешит жить. Вероятнее всего, ему, наверное, был задан какой-то темп. Андрей Миронов не оставил мемуаров и дневников. Но если бы они были, то в них наверняка были бы отражены те мысли, которые часто звучали в интервью актеры. Я наблюдал труд родителей, и с раннего детства у меня не было иллюзий, что это вечный праздник. Я понял, какой это жестокий по отношению к себе мучительный труд. Андрей Миронов появился на свет в семье знаменитых эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Минакера. Но все же в назидание хотим сказать всерьез. Всерьез. Вопрос о воспитании. Вопрос о воспитании. Вопрос о воспитании. Серьезнейший вопрос. Быть сыном таких родителей все равно, что вытащить счастливый билет. О карьере можно не волноваться. Но не все так было просто. Мама актера была довольно жесткой женщиной. Она никогда не баловала сына. Напротив, всегда была слишком требовательна к нему. Я помню, что Андрюшина мама, Марья Владимировна, они держали Андрюшу в строгости. Андрюша проходил все свои годы в институте в одном костюме. Коричневый такой, из тонкой ткани, такой шерстяной. Но четыре года он носил только один коричневый костюм. Вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина до сих пор вспоминает о суровом нраве свекрови. После смерти я устраивала день Андрюши. Миронова Марья Владимировна сказала, ну что, вдова веселится, развлекается вдова. Я очень расстроилась, отменила это. Когда я отменила, она сказала, ну что, выдохлась вдова. Так же мама относилась и к сыну. В чем-то даже безжалостно. Особенно, что касается профессии. Я считаю так, если женщина, например, хорошенькая женщина, не очень хорошая артистка, то это еще ничего. Молодость проходит, бездарность остается, правда. Но все-таки это еще ничего, понимаете? Но если мужчина плохой артист, это ужасно. Я больше всего на свете боялась, что он мне не понравится. Этого же больше всего на свете боялся и Андрей Миронов. Он боялся маму как огня до конца. И не только он. Приемная дочка актера Марии Голубкина говорит, что остаться у бабушки ночевать было для нее в детстве серьезным испытанием. Для меня это тоже была пытка, потому что я не могла себя чувствовать здесь, как у бабки деревенской с дедом. Абсолютно свободно. Бабушка, я калатушки хочу. А надо было как-то соответствовать, надо было как-то вести себя определенным образом. Ну, то есть, не расслабься. И она как-то мне сказала, что ты меня не называешь бабушкой. Я говорю, язык не поворачивается. Миронов еще в институте поставил себе цель стать самым лучшим артистом, чтобы не опозорить родителей. И всю жизнь доказывал маме, что он достоин ее знаменитой фамилии. В учебе он не позволял себе даже четверок. Не хотел, чтобы его считали бездарем, на котором отдохнула природа. И вот в чем парадокс. То, что он поначалу делал для других, в итоге помогло ему самому. Не стараясь он так понравиться маме, возможно, он и не стал бы тем великолепным актером, которого мы знаем. Конечно же, это ее ребенок полностью. Полностью сделанный ею абсолютно. Вы не думаете, у меня же мыслей ничего не было. Ну, конечно, все это наивно. Нет, мы наивно. Леша, это тебе по делу. Мам. Ты даже, оказывается, ее не спросил. Ты был уверен, что она обрадуется с твоим предложением, Леша. У тебя самомнение, дружо. При всей строгости матери, зачастую излишней, Миронов любил ее. Всегда звонил ей, даже будучи взрослым мужчиной. Мы с ним соревновались, кто чаще позвонит. Не потому, что мы действительно соревновались, а потому, что мы постоянно волновались за них, за их здоровье. И мы нашли сразу общий язык, потому что нам нужно было срочно где-то найти телефон, чтобы позвонить ему. Своей маме, мне своей. Мы так парочкой ходили от телефона к телефону, чтобы сообщить маме, как наша жизнь. Мама играла важную роль не только в творчестве Миронова, но и в его личной жизни. Она считала, что лучше знает, кто из девушек подходит Андрею, а кто нет. Ходили слухи, что это она расстроила отношения актера с Натальей Фатеевой, с которой у него был роман после съемок в фильме «Три плюс два». Дышите, пожалуйста. Еще раз. Пожалуйста. Но Миронов не роптал. Он беспрекословно слушался маму. Мучился ли он от этого? Возможно. Но по-другому поступать не мог. Впрочем, мама не только отваживала от него девушек, но и наоборот сватала. Сначала раздача подарков. Она приходила зачем-то в театре Ленинского комсомола. Я там работала. И она меня встречала и говорила, ну, когда вы с Андреем поживете? Я говорю, Майя Владимировна, ну, что это такое говорите? Он говорит, ну, а что такого? Ну, вы же не есть бы уже давно. А я даже не знала никакой семейной жизни там Андрюшины, ни такой лирической, никакой. Вот. Я говорю, ну, я некоторым образом уже четыре года замужем. А кому это мешало тогда? Я говорю, хорошо, я поняла, что вы шутили. Я не шучу. Говорил, Майя Владимировна, строгий голос. По словам Марии Голубкиной, и ее маму Ларису Голубкину выбрала именно мама актера. Я женюсь. А невеста у тебя есть? Есть. Только она об этом не знает. Идея была Мария Владимировна и Александра Семеновича познакомить. Ну, не познакомить их, они как-то не папах гуляли с мамой по улице, а мама ходила с Мина Кермо Мироновой в театры, куда-то там, на премьеры вместе. Почему-то они ее с собой брали. Я подозревала, что что-то здесь не так. Что они меня так с собой таскают? Ну, им нравилось, она их устраивала. Естественно, Голубкина устраивала и самого Миронова. Он делал Ларисе предложение, когда ей было 20 лет. Но тогда она отказалась, сказав, что ей рано замуж. С тех пор лет 10 они просто дружили. Андрей за это время успел жениться на Екатерине Градовой. У них родилась дочка. Голубкина тоже успела побывать в гражданском браке. Родила дочь. Но когда Миронов развелся с Градовой, дело в свои руки взяла Мария Владимировна. Она сказала свое веское «да» насчет Ларисы Голубкиной. И оказалась права. Лариса стала идеальной женой. Забыв о своей карьере, она всю себя посвятила мужу. Она так за ним ухаживала, она так над ним дрожала, она так его опекала. Ну, в общем, как бы она жила вот для него. У меня такое впечатление складывалось. И Андрей Миронов был всегда благодарен ей за это. Андрей Александрович меня хвалил. Понимаете? Стоило бы ему сказать, да ну что ты ерунду какую-то надоел. Вчера у нас это было. Сказал бы он мне пару раз, все, ничего бы я не делала. Понимаете? А он каждый раз меня подхваливал. И я не думаю, что это была хитрость. Он вообще был очень искренним человеком. Влюбленный море по колено! Я с ними в этом, с ними в этом заодно! Ну, действительно, влюбленность – это замечательное чувство. И влюбленность, она помогает. Андрей Миронов был необыкновенно обаятельным мужчиной. Загаточная улыбка, лукавый взгляд, и ему приписывали какое-то нереальное количество романов. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Клоретта, Флоретта. Мрия. Андрюша, от того, что он очень молоденький еще и весь полон жажды жизни, обаяния, ума, то, конечно, иногда он влюблялся. Я готов носить вас на руках всю жизнь. Не берите на себя столь тяжкий груз, надорветесь. Это типично вот такое юношеское, восторженное отношение к жизни. Ощущение, что он эту жизнь прямо вот пил с наслаждением. Добрый день! Миронов. Мужу, мадам. Пардон. Это всегда было вот его восприятие красоты или очарование. Поэтому, может быть, каждая девушка на всю жизнь запомнила, что он чуть-чуть ухаживал и может сказать, у нас намечался роман. Выбросьте это из головы. Это типичное пижонство. При этом Миронов никогда не был дон-жуаном. Наоборот, он всегда переживал, а нравится ли он женщинам. Это шло с детства. Андрей рос толстым мальчиком, на которого девочки не обращали внимания. Я тебе последний раз говорил. Женщины и я понятия не совместили. Понял? Секс-символа он сделал из себя сам. Похудел, научился стильно одеваться, галантно вести себя. И женщины не могли устоять перед его обаянием. Ибо, так сказать, в вашем лице, мадам. Ибо... Ибо... Но сделал это Миронов вовсе не для того, чтобы коллекционировать женщин, а ради зрителей. Он понимал, актер-мужчина просто обязан быть привлекательным для противоположного пола. Он должен нравиться. И Миронов нравился. Да еще как. Правда, позже это аукнулось актеру. Все, кому не лень, стали трепать его имя, говоря о своих с ним отношениях. Делить, кого он больше любил. Писать книги Андрея Миронов и я. Слава богу, большинство таких откровений актер уже не застал. Но вряд ли он хотел, чтобы о нем так писали. Обо мне писали по-разному. Приятно, конечно, когда хвалят. Но, в принципе, я руководствуюсь правилом Маяковского. Он никогда не интересовался, хвалят или ругают его. Он спрашивал, уважают? Столько много написано глупостей и ненужностей. И вот сейчас, чем больше проходит лет, тем больше я удивляюсь, как так можно. Низкий сорт. Нечистая работа. Те люди, которые, может быть, рядом были около Андрея Александровича, ну так мимо проходили. Им хочется тоже как бы быть участниками событий. Ну, это их желание. И пусть они так живут. Все, кто знал актера, утверждают, он был прекрасным семьянином. С первой женой, актрисой Екатериной Градовой, которая сыграла радистку кэт-фильме «17 мгновений весны», Миронов расстался через три года, но без скандалов. Отец был стопроцентным фанатиком своего дела. И, как мне кажется, основные чувства, эмоции, радости, горести этой жизни, он переживал больше в профессии. И поэтому говорить о том, что этот человек принадлежал одной семье, другой семье, детям, родителям, я не взялась бы. Это интервью Мария Миронова дала несколько лет назад. С тех пор она не говорит публично о своем знаменитом отце. Друзья актеры признались нам за кадром, что первое время Екатерина Градова была обижена на Миронова и запрещала там увидеться с дочкой. Даже настраивала Машу против него. И это было большой болью актера. Ведь он никогда не забывал о первой жене и дочери, помогая им всем необходимым. Ему даже в голову не приходило отделаться банальными алиментами. Также он заботился и о новой семье. Дочку Ларисы Голубкиной воспитал как свою. Он героическим образом... Мы ходили на птичий рынок со мной. И так как его узнавали на улице практически все, но он мужественно терпел и водил меня на птичий рынок просто погулять. Он был благодарен за каждый поступок. И мне, и маме, и каких-то заботу, и чего-то о нем. И он был очень нежный и заботливый на самом деле. Вот все. В прессе много писали о том, что обе дочки актера, обе Маши, терпеть друг друга не могут. Но это неправда. Поначалу они действительно не общались. Но со временем лед растаял, и девушки по-настоящему подружились. Даже снимались вместе в кино. Таня, я иду! Я иду к тебе, Таня! Таня, да! Ну как, ну ты откуда? Как, ты продолго? Да навсегда! Да ты с ума это, дура! Что тут делать? Танечка! Таня! Мы маленькими не общались, потому что это не наша проблема. Это проблема родителей. Это к нам никакого отношения не имеет. А как только стали чуть больше соображать, то начали общаться. Да у нас все вообще прекрасно. Может быть, это одна из лучших моих подруг. Да, и у нас очень откровенные отношения. Мы по друг другу рассказываем практически все. Может быть, есть что-то? Зарплату мы не рассказываем у кого какая. Чтобы не злиться. А все остальное, пожалуйста. Остров невезения Это голубая водолазка, ставшая мечтой всех модников после премьеры фильма из личного гардероба Миронова. Его однокурсник Михаил Воронцов рассказывал, что когда он поехал с театром на свои первые заграничные гастроли в Польшу, Андрей сделал ему заказ. Привези мне бедловочку, голубенькую. Именно это водолазка на Миронове в бриллиантовой руке. В такой же он работал на творческих концертах. В голубой водолазке его и похоронили. Вот это, значит, гримёрная, где сидела Андрюша. Вот у нас этот такой внутренний мемориал. И вот такой уголок у нас уютный Андрюшин. Вот всяческий столик тоже из Женьба Фигаро. Ведь Андрюшу из театра Рижского на скорой помощи до больницы его везли в костюме Фигаро. Ну вот так, ребята, такая грустная экскурсия. Уход Мироновой из жизни стал тяжелейшим ударом для всех родных и друзей. Мама актёра Марии Владимировны Миронова, пережившая его на 10 лет, создала в своей квартире мини-музей сына. Вот, это гостиная. Я думаю, что стоит обратить внимание на наш стол. То есть была традиция. В каждый Новый год мы собирались у бабушки все, и всем писались карточки, кто где сидит. Всем давались бумажки, карандашики, чтобы загадать желание бросить поджечь, бросить шампанское, успеть выпить, когда бьют куранты. Лариса Голубкина почти 30 лет живёт без Андрея Миронова. Когда его не стало, она была известной актрисой, молодой, красивой женщиной. Но не вышла замуж, не завела новую семью, а хранит верность Миронову до сегодняшнего дня. И считает это нормой, а не подвигом. И Миронов очень ценил её любовь, доказывая своим вниманием, заботой, всем, чем можно, что она не ошиблась в нём. Он вообще всех любил, всем старался помочь. Он был весёлый и очень доброжелательный человек. То есть, ну вот ни одного конфликта представить себе, что он на кого-то косо смотрит, или он обиделся, или кто-то ему не очень нравится, это даже невозможно. Вот Андрюша любил всех, он ко всем был одинаково доброжелателен, он со всеми был безумно дружелюбен, и его все обожали. А, ну всё хорошо? Ну прелестно, неси мороженое. Ну мне ты, ты моя. Раньше думал, что я лёгкий человек. Но замечаю, с годами тяжелею, становлюсь мрачноватым. Оптимизм и пессимизм борются во мне с переменным успехом. Но хочу надеяться, что циником и скептиком я не стал. Казалось, что у Миронова миллион друзей, что он открыт для всех, всегда весел и беззаботен. Но Миронов никогда не был рубахой парнем. И никогда ни с кем не дружил ради выгоды. Помните в фильме «Блондинка за углом» героиня Татьяна Дугелевой дружила со всеми подряд, вдруг пригодятся. А герой Миронова был её полной противоположностью. В этом отношении Андрей Александрович сыграл самого себя. Никаких нужных друзей, только настоящие. И получилось избранное. Через жизнь прошли несколько близких друзей, с которыми были съедены пуды соли. Григорий Горин, Игорь Кваша, Марк Захаров, Юрий Тимирканов, Александр Ширвент, Михаил Державин. Именно с ними Миронов был в одной лодке. У него очень хорошие друзья. Компания фантастичная. От женщин и супруги, которые так готовят. Я был у него дома, и меня угостили. Это что-то невероятное. Плюс, конечно, мужики. Это что-то невероятное. Они все одного поля ягоды по восприятию мира. Очень ироничные. И потрясающе умеют шутить, разыгрывать друг друга. И вообще относиться ко всему с улыбкой. Я вот вспоминаю, что мы вот эти 14 лет, собственно, никого у нас не было, кроме тех, кто был. Для многих поклонников Миронова будет откровением, что не он был лидером в компании друзей. Он никогда, даже среди самых близких, не старался перетянуть одеяло на себя. Вновь проявлялась его черта стараться не ради себя, а ради других. Пусть они солируют. А сам актер искренне наслаждался этим. Когда бывала компания, Андрюша не лидировал. Он всегда сидел и ждал, что скажет Шура Ширвин. Потому что он заливался хохотом. Всегда это было безумно остроумно. И всегда помню он так. Ой, а еще... Вот как мальчишка ждал, чтобы только Шура говорил и говорил. И смотрел на всех, какое всем доставляет наслаждение. Наши родители, его и мои, очень дружили. И в этом все время, значит, я был старше всегда и сейчас старше. И вот этот вот разговор. Вот, видишь, этот артист, и я буду артистом. Вот это такое было. В этом уже стали друзьями, потом стали партнерами, потом стали со-режиссерами. Значит, все эти вот ипостаси взаимоотношений, творческо-дружеские, мы прошли. Трое старых, верных, добрых друзей, вот что нужно человеку в такой вечер. Итак, я пришел, сэр. К вашему слугу. Он был самым молодым из друзей, а ушел первым. И они почувствовали себя сиротами. Он был самым веселым, самым остроумным. Но когда его не стало, всем вспомнилось, что иногда, в разгар смеха, друзья замечали взгляд Андрея, далекий от веселья. Как будто он на время уходил в себя. Я не представляю, что человек может думать про себя. Вот я уже все умею и знаю. Я лучше всех. Мне стыдно так думать о себе. Вообще, только законченный идиот может быть абсолютно доволен собой. Эти слова можно считать главным принципом актера. Сам он никогда не был доволен собой. При всем его, казалось бы, очевидном таланте, успехе, славе. Но Миронова всегда было мало. Он мог часами, днями, неделями репетировать какую-то сцену, чтобы довести ее до совершенства. Он считал, что все должен делать только на 100%, чтобы не опозорить фамилию, не подвести режиссеров, чтобы понравиться зрителю. И ради любимых зрителей Миронов был готов на все. Причем не важно, сколько их и кто они. Хорошо. Я покажу вам, как надо работать. Он меня однажды спросил, а вот тебе бы предложили сниматься голой. Ты согласилась бы? Я говорю, да вот недавно мне предложили, я отказалась. Ну, тогда еще молодая. Он говорит, ну, ты не артистка. То есть артист должен все. И ничего не стесняться, и не бояться. В советское время очень многие артисты искали возможность заработка помимо своей основной службы. Давали концерты, выступали на творческих вечерах, когда не было спектакля или съемок. Но Миронов и на халтуре не халтурил никогда. Два концерта было на какой-то текстильной фабрике. И вот там я действительно видел отношения, да. Он сделал репетицию, полный свет. Все вступление музыкальное, как он выйдет. Я думаю, Андрей Александрович Миронов. Там эти женщины, которые только он выйдет, и они все уже упадут в обморок от восторга и от ощущения, что они его видят живем. Ну вот это вот удивительное отношение к любому. Он в ЖЭКе также мог выступать с таким же полной отдачей, и не халтурей, и ничего. Мой самый худший кошмар – оказаться ненужным зрителю. Если он к тебе холоден и равнодушен, никто не звонит, не пишет, не просит автографов. Как тогда работать? Это страшно. Я очень дорожу симпатией зрителей и не хотел бы ее потерять. Синематограф не мое изобретение. Я всего лишь верный слуга ему. И он делал все, чтобы эту симпатию не потерять. Но за это Миронову приходилось расплачиваться. В первую очередь в родном театре сатиры. Народ валом шел на Андрея Миронова, и художественному руководителю Валентину Плучику этого было достаточно. Но Миронов хотел большего. Он хотел сам ставить спектакли, другие, серьезные. Но Плучику эта идея не нравилась. Он хотел видеть Миронова таким, каким все привыкли его видеть. Порхающим, танцующим, поющим. Но тут Миронов чуть ли не впервые решил пойти другим путем. Он не согласился оставаться привычным для всех весельчаком. И в итоге принял решение уйти из театра сатиры в Ленком, к Марку Захарову. Но не успел. Он оказал, конечно, громадное воздействие на артистов своего поколения, и не только своего. Он воздействовал на нашу культуру, безусловно, театральную, кинематографическую. И это было такое яркое, феерическое имя. Все, кто видел Миронова на сцене, а уж тем более на экране, думают, что природный талант позволял ему всю жизнь не напрягаться. Но свой талант Миронов взрастил сам. Да, в театральное училище имени Щукина Андрей поступил с первого раза. Но в начале учебы, особенно на первых курсах, ничем не выделялся, кроме необыкновенного упорства. Здесь были еще экзамены по танцу. Андрюша, он, значит, танцевать, поскольку он, видимо, то ли еще тогда не мог, то ли не умел или не хотел. Всяком случае, он делал все на свете. Андрюшка был полноватый на первом курсе. Вот, и он, значит, меня в вальсе подбрасывал, но очень редко, когда ловил. Дайте кораблю минутный отдых. Завтра он уйдет своим путем. В итоге он научился танцевать. Я там видела какие-то фильмы, Андрюш. Когда он так легко и грациозно танцевал, и одновременно же пел, он еще был ужасно работоспособен. Это было понятно в институте, что очень многое он достигал работы. Миронов считал, что должен предстать перед зрителями в самом блеске, чтобы тем просто не к чему было придраться. Когда в 1963 году на экраны вышел фильм «Три плюс два», где Миронов сыграл одну из главных ролей, он пришел в ужас, увидев себя на экране. Толстый. Кто это? На кого я стал похож? Я же потерял свое лицо. С этого момента он постоянно тренировался, занимался спортом. Всю жизнь. Он считал, что не имеет права показаться перед зрителями не в форме. Опять же, я должен. Семь дней на одной воде. У него был очень крепкий большой зад и толстые ноги. И этого никогда не было, не видно, не слышно, потому что он все время себя тренировал, все время себя перебарывал. Это вот каторга, каторга. Спортивно. Бегом. Аж. Только солнце, только мышцы. Добежься. Но эта каторга была добровольной. И так было у Миронову во всем. Он постоянно переступал через свои «не могу», «не хочу», «боюсь», «брезгую». А переступать приходилось часто. Надо вкалывать, надо работать, работать и работать. И вот иллюзий, что легко и что можно обойтись без этого, у меня никогда не было. В первой совместной работе с режиссером Аллой Суриковой картине «Будьте моим мужем» Миронов тоже постоянно преодолевал свои внутренние комплексы. То надо пройти полуголом по пляжу. Простите, мы рядом не лежали. То лежать на каком-то грязном топчине. Дежурный по территории. Я. То обедать в какой-то сомнительной харчевне. Настоящий. Настоящий. Ну, кофе, чай. Тогда не кормили. Тогда каждый там как-то устраивался. Я открывала, наливала ему кофе. Он делал так, по термосу проводил по этой. И показано, видите, вот на этой вот штучке. Кофе ваш там все надо, да, конечно, мыть. А Лариса говорила, что когда он приезжал из командировки, то он по шкафам там шуровал, чтобы проверить пыль. Есть или нет. Невероятные частюля. Просто невероятные. При этом Миронову и в голову не приходило возразить режиссеру, закапризничать. Если режиссер что-то просит, значит, он должен это сделать. Через «не хочу». И даже через «не могу». Он не умел танцевать. Но стал делать это лучше всех. Он боялся высоты. Но соглашался на самые сложные трюки. Когда Рязанов попросил его спуститься на ковровой дорожке с верхнего этажа гостиницы «Астория» в фильме «Необыкновенные приключения итальянцев в России», тот, не сказав ни слова, сделал это. Он не умел кататься верхом. Но в картине «Человек с бульвара Капуцинов» лихо вскакивал в седло. Всеми силами пытаясь выглядеть настоящим наездником рядом с Боярским, который, по всеобщему мнению, будто родился в седле. У меня последние фильмы до этого были в основном все. Наконец, я себя чувствовал комфортно. Ложи имеют садные чувства. Когда я начинаю двигаться достаточно быстро, то его лошадь тоже за мной начинает. А он мог свалиться. Ты хочешь, чтобы я умер? Нет, нет, нет. Тогда как бой. Приди себе, приди. Миронов не умел петь, но натренировал себя так, что его стали просить исполнять песни чуть ли не в каждом фильме, в котором он снимался. Механик, крутики на ленту, дежурные лампы тужи. Я с большим юмором отношусь вот к такому сочетанию. Спойте, обращенному ко мне. Дело в том, что всерьез назвать то, что я произвожу пением, я не могу. Он стеснялся петь. Это целая история. Потому что у Марии Владимировны был прекрасный слух, и она очень чисто пела. Андрюша начинал петь, и он говорит, так, молчи, у тебя вообще слуха нет. И вот так они его затюкали с детства, что он стеснялся, понимаешь? Но когда понадобилось пароли, он это прекрасно сделал. Мне все говорят, любовь эта... Я должен, так жил Миронов. Он так решил, так выбрал. Он не позволял себе дать слабину ни на минуту. Шел только вверх. И в итоге, буквально за несколько лет, стал ведущим актером театра сатиры, настоящей кинозвездой и самым популярным артистом Советского Союза. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательны. Чего зря время терять? При этом Миронов никогда не страдал звездной болезнью. Хотя известность ему, конечно, нравилась. Но он не кичился ею, не пользовался, не наслаждался. Называй меня просто. Маркизом. А вот тот самый класс. Мы сидели с Андреем на задних партах, потому что были крупные ребята. И чтобы не загораживать нашим коллегам учителя, мы садились здесь. К тому же здесь легче было поболтать. Нас меньше замечали, меньше вызывали на доске. Ну, вот это запечатлено, вот, скажем, на фотографии, которые тогда делались. Значит, вот здесь. Я сижу здесь, нас потом посадили вместе. Здесь вот Лева Маковский, Андрей сидит на задней парте. Это у нас, скажу, какой, четвертый класс. Миронов учился в этой школе с первого по десятый класс. Вот первый класс. Первый класс 170-й школы. В верхнем ряду легко узнаваемая физиономия Андрея Мироновна. Шестой класс А. Еще без девочек пока. Это, кажется, первое сентября, поэтому мы в пиджачках. Красивые такие. Фотография, опять же, в том же замечательном дворе. Тут даже просматривается мама, Мария Владимировна, вот здесь вот. Первые 15 лет после выпускного их класс встречался каждый год. И Андрей приезжал на эти встречи, став уже звездой всесоюзного масштаба. Актер всю жизнь поддерживал отношения с одноклассниками. Не зазнался, не забыл детскую дружбу. Наша школа, 170-я, начинается, как полагается, театр с гардероба, с раздевалки и с маленького резюме главного героя Андрея Миронова. Время всего, Андрей был большой скромняга. Значит, у него был, скорее, комплекс застенчивость, чем комплекс какие-то другие. Поэтому с ним было всегда легко, просто. Об этом говорят все, кто знал актера. Но что стояло за этой легкостью? Ореол вот этой вот легкости, шампанское, это все ерунда собачья, потому что он был совершенно глобальный трудоголик, что внешне несовместимо с этим прыганием. первое. И второе, он все время был в сопротивлении самим собой. Физическим, во-первых. Он же был очень больной мальчик. Очень. И вот этот вот фурнкулез его вечный, это же каторжная история. Я видел именно вот эти крова, его ему поменяли рубашки, они были все в крови. Вот это я видел, вот это преодоление вот этой болезни и боли, я понял, что это такое было. Фурнкулез был не единственным недугом Миронова. Постоянные головные боли мучили его не меньше. Бобо-головка. О, она у меня всегда от чего-нибудь. Да бобо. Первый раз кровоизлияние в мозг произошло в 79-м году в Ташкенте на гастролях. Но Миронову поставили неверный диагноз и потом лечили неправильно. А это была аневризма сосудов головного мозга. Это как мина замедленного действия. Никогда не знаешь, когда взорвется. Аневризма могла погубить актера как в детстве, так и в преклонном возрасте. Судьба отмерила Миронову 46 лет. Мне кажется, он и сократил свою жизнь тем, что он работал ночью и днем. Радио, телевидение, кино, театр, концерты. Получилось так, что в основном я играл в комедийных картинах. Я благодарен за это судьбе, я с нежностью и с большой благодарностью вспоминаю фильмы, в которых я принимал участие, и «Бриллиантовую руку», и «Берегись автомобиля», и «Три плюс два», и «Итальянцев в России», и многие-многие другие фильмы. Но, тем не менее, иногда хочется, может быть, сыграть что-то иное. Но я не плачу и не рыдаю. Самой большой мечтой Миронова было играть серьезные драматические роли. По-моему, он мечтал даже и о Гамбуте. Зависимая профессия актерская. Конечно же, если бы к нему относились не так, как относились, а кроме тех фильмов, в которых он снялся, он бы играл в что-нибудь еще, а ему ведь не давали, он очень много пробовался в фильмах, любопытные, интересные, но мимо него проходили. Поставили какую-то печать. Вроде комедийный, смешной, рассмешит, развеселит и всякое такое. Под конец жизни ему повезло. Режиссеры наконец разглядели в нем глубокого актера. Прорыв случился в 1979 году. Миронов снялся в картине Илья Авербаха «Фантазии Форятьева». Здравствуйте, мой дорогой! Вот мы познакомились. Его герой маленький, несимпатичный человек с огромной душой, которого никто не понимает. Миронов так старался войти в образ, что просил гримеров сделать ему побольше прыщей на лице, чтобы выглядеть некрасивым. Я понимаю, я некрасив. Ну, вернее, лицо у меня неприятное. Да нет. Да нет, у вас совсем неплохое лицо. Нет, все это так, и сложил меня неатлетически. Верно? Он этого всегда боялся, что его будут воспринимать именно как этого Гешу из «Бриллиантовой руки». Я думаю, что это был его комплекс как раз. Он все время доказывал, что он серьезный, драматический, трагедийный актер. Это по последним фильмам, это Иван Лапшин, да, потому что там мощнейшая совершенно роль. за три года за три года до смерти Миронов сыграл фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Да так сыграл, что многие зрители, привыкшие к феерической комедийной игре актера, удивлялись, Миронов ли это. На экране, казалось, был совершенно другой артист. Испугались. Миронов был счастлив. Наконец он играет то, к чему шел всю жизнь. Он уже все всем доказал, и маме, и детям, и друзьям, даже зрителям. Уже столько раз повеселил их в комедиях, столько натанцевался и напелся. Теперь он, наконец, мог подумать о себе. Сделать то, что хочет только он, а не то, что ждут от него окружающие. У него практически начиналась новая жизнь. Но судьба не дала ему больше времени. Очень жаль. Очень. Потому что вот эта вот человеческая его глубина, она оказалась зрителям неувиденной, им не выраженной в кино, к сожалению. Доброе утро. Последней работой актера в кино стал фильм «Человек с бульвара Капуцинов». для кого доброе, а для кого может быть и последнее, сэр. Он с энтузиазмом воспринял вот это предложение и работал на этой картине и как соавтор, и как со-режиссер, и как главный артист, и как друг наш, и как провокатор, и как рассказчик, и как друг всех, кто вокруг картины крутился. И хотя это была комедия, герой Миронова «Мистер Фёст», добрый человек с грустными глазами, говорит о том, что кинематограф должен нести добро, воспитывать людей. Это было главным, что хотел сказать Андрей Александрович своим искусством. И он успел сказать об этом с экрана в своем последнем фильме. Кинематограф. Вот. Тот мессия, который способен изменить все. Он сделает нас чище, лучше. И вот ради этого я готов принести в жертву все. Так. Верите ли вы в удачу? Да, очень верю. В нее все верят. Я не считаю это. Посмотрите. не следит никто не будь. За нам. Хорошо. Костюм, фигару, в котором папа собственно играл и в котором он собственно и потерял сознание в театре. Смерть Андрея Миронова стала абсолютной неожиданностью для всех. Ну вот и все. Нет, это просто мир рухнул и перевернулся. И как-то дальше надо жить. Да звать надо на помощь! Что они сказали кричать в пашню? 14 августа 1987 года на гастролях в Риге на последних словах знаменитого монолога Фигаро Миронову стало плохо. Бомба, которая разорвалась в голове, это я прекрасно помню, когда в Риге мы играли это последний спектакль. Мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне. И когда сразу шурла голова, я его унес со сцены буквально и занавес. В Риге в эти дни проходил международный конгресс невропатологов. Актеры бросились туда. пять медицинских гениев явились в больнице посмотреть Миронова. Шли балагуря, подумаешь, голова болит. Я помню, мы-то остались в коридоре, и когда вот они вошли туда и через минут 15 вышли, они были все совершенно белого цвета. Потому что они ожидали такого. вот такая история. Вот это вот судьба этого танцующего, искрометного, музыкального, улыбающегося человека. мы мучаемся над мелкими какими-то домашними проблемами. Мы тратим наши мысли и чувства впустую. Мы от рождения смотрим себе под ноги, только под ноги. Нам с детства говорят, смотри себе под ноги, смотри, не упади. Мы умираем, так и не поняв, кто мы, зачем мы здесь. А между тем, где-то, глубоко в нас живет одно стремление. Туда, ввысь, в тот далекий мир. Сейчас, оглядываясь на всю жизнь Миронова, мы понимаем, эти слова актера в кино могли быть и его мыслями в жизни. Желая счастливить всех вокруг, Миронов часто забывал о счастливить себя. А жизнь, как выясняется, может быть очень коротка. Впрочем, актер это понимал. Недаром в одном из интервью он сказал «Жизнь – великое благо, и она у человека, как выясняется, очень недлинная. В ней хватает и несчастья, и горя, и драматизма, и сложностей. И поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости. Они делают людей добрыми. Когда человек улыбается, смеется, восхищается или сострадает, он становится чище и лучше». Андрей Миронов умел и смеяться, и восхищаться, и сострадать. И был чище, и лучше многих. Может, именно поэтому мы так его любим. Давайте тихонько, давайте в полголоса вспомним Андрея Александровича Миронова. И вот сколько будет жить человек, хоть один, который видел его фильм, вот столько будет жить память об Андрюше. «Алтуре» Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Пусть песня, да ветер жестокий в тумане житейских морей. Белее тобой парус такой одинокий на холне стальных кораблей. «Алтуре»